Здравствуйте! Я немножко попытаюсь рассказать о том, куда отрасль развивается, и то, что, скорее всего, нас с вами всех ожидает в ближайшие 2-3-4 года. Можно там свайдик? Это пока вот такой свайд про сам индивид. Начну с небольшого рассказа о встрече, которая у меня была буквально вчера. Мы сидели, обсуждали с клиентом создание сайта по продвижению ремонта для, точнее, окон, для поставки окон. И нам клиент начал рассказывать свою бизнес-модель. Рассказываем ее следующим образом. Дальше потенциальный клиент заходит на сайт, нажимает кнопку «Вызвать замерщика», и к нему приходит замерщик, открывает, достает свой iPad. Прямо с iPad заходит на сайт компании своей, вносит туда данные, сайт автоматически обсчитывает окно, дальше замерщик достает мобильный терминал банка. Вы оплачиваете эту кредитную карточку, и вам к вечеру привозят окно. Ну, кто-нибудь в Ярославле видел такое? Я вот сразу тоже так представил себе замерщиков наших с iPad'ами. Но, тем не менее, да, это такая бизнес-модель, которая рассматривается, и, ну, судя по тому объему инвестиций, которые на это выделены, она в ближайшие, там, год-два будет внедрена на всю территорию России. Вот это небольшой пример того, к чему это все идет, но на самом деле это малая толика трендов. Вот мы пройдемся по трендам. Еще с чем связано то, что я буду рассказывать. Мы в своей компании видим основные риски и, одновременно, основной потенциал развития в том поколении, которое ему сейчас 16, 17, 18 лет. Вот если вы за ними понаблюдаете, вы очень быстро заметите, с какой скоростью они осваивают гаджеты. Например, тот же какой-нибудь там четырехлетний, шестилетний мальчонка может освоить телефон за полчаса, да, то, на что потратить времени, там, человек, которому 40 лет, там, полгода у него идет. Это то поколение, которое вырастает, живя в интернете. Это то поколение, для которого Facebook, ВКонтакте и все прочее родная среда. И буквально через несколько лет эти люди обретут некие финансовые возможности, будут принимать решения. И, соответственно, если они, зайдя на какой-то сайт, не увидят привычного для них элемента Facebook или чего-нибудь из контакта, они будут считать, что этот сайт неправильный. Что все устарело и никому вообще не нужно. Если пройтись очень кратко по десятилетиям развития интернета, то примерно выглядит все следующим образом. Так, надо нажимать регулярно. Вот смотрите, буквально несколько лет назад появились вообще первые компьютеры, на которых про интернет даже слыхом никто не слыхивал. Потом появилось то, что называлось Web 1.0. Собственно, научились верстать странички, научились как-то их между собой увязывать. И это тот уровень, на котором половина сайтов живет до сих пор. Несколько лет назад появилось то, что называется Web 2.0, когда возникли блоги, возникли социальные сервисы. Значит, Web 2.0. Наверное, многие знают, связано было с тем, что интерфейсы сайтов стали намного более удобными, контент стал генерироваться пользователями. И вот это фактически на сегодня передний край в России. Мало кто может дойти даже до этого. Тем не менее, уже речь идет о Web 3.0, о котором, наверное, кто здесь знает, что это такое? Понятно, один человек. Вот если совсем быстро, кратко и примитивно рассказать, что такое технология Web 3.0. Например, я достаю мобильный телефон, включаю в нем камеру, навожу вот так на первого попавшегося человека. Телефон с помощью Web-камеры опознает этого товарища, автоматически забрасывает информацию о нем в соцсети, находит о нем все профайлы и сразу выдает мне информацию, кто это, что это, чем он занимается, какие у него интересы и так далее. То есть Web 3.0 – это мгновенный поиск персонифицированной информации под ваш запрос. То есть, грубо говоря, я выбираю девушку, которая понравилась, навожу на нее, и мне система сообщает, если с ней сейчас заговорить про вот это, а любит она вино вот такое-то. Это Web 3.0 по прогнозам его появления через 1-2 года. Web 4.0 – это когда даже телефон включать не надо, за вас все делает некий робот, вы в него просто закладываете все желания свои, и он вам автоматически по сети собирает. Вот там лучше продукты купить, вот там тебе билеты заказать, вот там вот это сделать, вот там это сделать, так называемые семантические агенты. Они сейчас есть, но в таком базовом тестировании. Ну и, наконец, последнее тут все-таки размытое. Это такие личные аватары, которые живут в интернете по прогнозам через 10 лет. То есть это такой некий агент, который живет в сети, и он с точки зрения социума и экономики, он важнее вас. Потому что даже сейчас уже есть такой тренд, который говорит о следующем. Если вас нет в сети, вас не существует. У нас наши бывшие сотрудники уехали в Лондон, стали там устраиваться на работу. Первый же вопрос, который им задали, покажите ваш профиль на LinkedIn. LinkedIn – это социальная сеть, профессиональная. После того, как они его показали, у них там оказалось всего по две рекомендации. Им сказали, ребят, товарищи с двумя рекомендациями мы не возьмем на работу. Раз вас нет в сети, вас нет. И сейчас многие работодатели, тоже перед тем, как взять все сотрудника, они в какой-то степени просматривают профайлы. Наверное, многие слышали про большой скандал, по-моему, с Фиатом, когда Фиат выгнал с работы какого-то инженера, который в Фейсбуке у себя написал еще один день в этом дурдоме. А там еще двое отлайкали, их тоже выгнали. В США неправильный статус в Фейсбуке, статус в плане замужем или женат, считается официальным поводом для развода. Наверное, знаете. Соответственно, как вы понимаете, эта штука будет на остатке. Все идет к тому. Посмотрите современные фильмы, они очень четко пропагандируют эту идею, что все в сети, все с агентами, все с чипами и так далее. Что происходит уже сейчас? Раньше было очень понятно, я создаю свой корпоративный сайт и все, что есть о компании, хранится у меня на сайте. И я это контролирую. Уже сейчас это не так. Уже сейчас разный контент у вас, наверное, даже как у частных лиц, хранится в очень разных местах. То, на что раньше ФСБ, КГБ и ЦРУ тратили огромное количество средств на сбор досье о вас, мы теперь все делаем бодрые сами. То есть вернулся из отпуска, выложил фотки, отчитался, где был, на карту нанес, да, ну что-то там еще кто-то там, видео куда-то выложил, да, в блоге написал и так далее. То есть получается так, что контент хранится не в каком-то одном месте, а распределяется по куче сервисов. Фотографии здесь, видео здесь, новости здесь, какие-то там карты еще где-то и так далее. Плюс все это отражается еще там на десятках видах устройств. Ну, в частности, да, вот, правда, предыдущая версия айфона, это мобильная версия Delta Airlines, авиакомпании, они вот сделали возможность с айфона прям покупать билеты, бронировать рейсы и так далее. Это тоже очень мощный тренд, который говорит о том, что сайт без мобильной версии или сайт, плохо работающий на мобильном устройстве, это уже устаревшее нечто. Если на сайт не зайти с айпада, если на сайт не зайти с айфона, там с андроида или с чего угодно другого, значит, идите, переделывайте сайт. Он будет терять, терять и терять. Ну, вот, собственно, тот же пример. Delta Airlines, они дошли до того, что новости стали публиковать не у себя на сайте, а в Твиттере. Это требует очень мощной и большой смелости, потому что большинство российских компаний никогда в жизни на это не решатся. Не решатся по одной простой причине. Как только вы начинаете что-то публиковать туда, где возможна обратная связь, вам придется на эту обратную связь реагировать. В стандартной нашей ситуации это никому не надо. Почему? Потому что так ваши новости никто не обсуждает, а если вы что-то напишите в Твиттере, вы получите на это десятки потенциальных, каких-то ответов, ретвитов и всего прочего. Еще один тренд, то, что называется смарт-шоппинг, вот для меня рассказывали про интернет-магазины, вот это несколько иная вещь, она заключается в следующем. Предположим, мне вообще не хочется думать о том, что купить. Знаете, есть такой слоган в честь книжки, не заставляйте меня думать. Вот смарт-шоппинг, это когда я захожу на специальный сайт и либо с помощью группы товарищей, либо с помощью сервиса ввожу сюда какие-то свои данные о том, что бы мне хотелось, и сайт сам подбирает мне, что мне купить. То есть это такой умный шоппинг. Примерно то же самое, только вот эта штуковина, уже функционирующий сайт, он подбирает вам имидж. И, соответственно, вы там можете задать, хочу быть похожим на вот этого человека или на вот этого, на это он все это сам проанализирует, скажет вам, вам подходят какие-то марки, такой-то цвет, покупай вот там. То, чего все больше хотят потребители. Они хотят общаться с сайтом и с вашей компанией с помощью сайта не в режиме отправил письмо и через неделю ответ получил, а как по телефону. То есть они хотят, чтобы реакция была мгновенной, чтобы вам тут же ответили, чтобы можно было посмотреть, вообще, чего у вас там внутри в компании происходит. Недавно вот в Твиттере была такая новость, какие-то там большая компания, она у себя везде поставила веб-камеры и тотально 24 часа в сутки начала транслировать то, что у них в офисе происходит. Относиться к этому можно по-разному, но это вот один из уровней, что называется, открытости. Следующий тренд – максимально активное использование видео в интернете. До последнего момента использование видео было ограничено с мощностями каналов. Сейчас каналы, ну, считается, что везде хорошие. Безусловно, это не так, но считается, что везде хорошие. Вот это интернет-магазин первый, который придумал демонстрацию товара с помощью видео. Причем вы можете выбрать, например, такое-то платье, модель, которая максимально похожа на вас или на того, кому вы хотите это платье купить. Нажать кнопку и вот эта девушка в режиме онлайн это платье оденет. Покрутится, повертится, вот, снимет. Можно ее переодевать сколько угодно. А себя не покажет? Себя, это сейчас следующий сайт покажу. Значит, здесь, безусловно, есть какой-то каталог вот этих отснятых роликов. Она не всегда вот там ради вас. Да, у них накоплен какой-то объем. Но, тем не менее, само по себе интересно, да, потому что один из основных тормозов при покупке в интернет-магазине это я не понимаю, как это выглядит там вживую. Социализация. Немножко уже про нее упомянул. Вот на этом слайде показано ну, по максимуму то, чего можно навешать вокруг карточки товара в интернет-магазине. Буквально перечисляю, да, тут можно чего-то полайкать или не полайкать. Да, можно поставить рейтинг, можно написать комментарий, можно отослать это в контакт, там, в лист желаний присвоить статус фейворитс, там, и так далее. Это так называемая социальная обвязка, да, это то, чего сейчас все хотят и одновременно все дико боятся. Почему дико боятся? Потому что вот эту вещь имеет смысл у себя делать только при одном условии. При условии того, что вы готовы реагировать и изменяться в ответ на обратную связь, которую вы мгновенно получите. Недавно общался с компанией, которая является крупнейшим производителем молочных продуктов на Украине. Вот они тоже сказали, мы хотим вот такую социализацию, вот прямо чтобы все, нам тут комментарии писали, лайкали нам там каждый пакет с молоком. Вот. Я у них спросил, говорю, вот вы получите, вот вам напишут там два раза лайк и триста раз нам не нравится. Вы что-нибудь делать будете? Они сказали, нет, мы все равно ничего поменять не можем, потому что поменять пакет это перенастройка линии, там дикие вложения и так далее. Поэтому что бы нам там ни наговорили, мы все равно реагировать не собираемся. Да, и это 99% случаев так. Вот. Поэтому вот эта социализация, она имеет смысл и должна использоваться только в том случае, если вы готовы изменяться в ответ на обратную связь. Я пока не видел ни одного российского бизнеса, который был бы к этому готов. При этом про социализацию говорят все. Все считают, что это круто. То же самое буквально на днях разговаривали с ребятами, которые там огромными коттеджными поселками занимаются. Говорят, сделайте нам кнопку лайк или долланд лайк. Ну, как бы смешно, да, там коттедж 20 миллионов долларов стоит, его кто-то лайкает, кто-то не лайкает. Вот. Это ну, примерно так же, когда там оплатить яхту смс-ками. Можно, да, сделать, но Теперь, либо